дальше переходим к большому разделу коряжника на реке самара в отличие от волги самарка отличается тем что у нас течение может сначала летит то в одну сторону то в другую ну и соответственно стабильными точками здесь гораздо сложнее но все реально значит снова коряга находится на свале с 4 на 5 метров довольно стабильная здесь несмотря на то что у нас здесь life работает мы видим какие-то невнятные вроде бы точки доказалось бы нам какие-то тени но хороший объект скорее всего наш товарищ всегда рекомендую такие места облавливать потому что здесь присутствует белая рыба давить и много точек здесь то есть такие моменты нужно как правило лучше облавливать так на этом снимке кстати та же коряга только здесь hd16 работал у нас это с другого ракурса получается по левую руку это же коряга ну вроде бы тоже до страны ситуация что на сонаре как таковой рыбы нету там даунска немного появляется она да но при этом в тот день мы на этой коряги набили судаков наверное 6 раз участвовали в чемпионате самары с морской области вот из этой коряги был снят очень много рыбы новая для меня . на самарке тут вообще в принципе отсутствует течение но тем не менее рыбы снова держится на перекате то есть видите ухожу в ямку в этой ямке огромное количество белия видно что торчат у кстати обратите внимание видите какие у нас идут от этого момента длинные тени вот они черные то есть скорее всего здесь стоят какие-то штыри очень высокие от чего отбрасывать такую длинную тень то есть нужно быть внимательным скорее всего они очень высоко находятся в воде и также здесь стоит рыба то есть предположительно должен присутствует судак и по моему мы даже еще на нем не ловили только недавно начал изучать эту точку очень неплохая то есть везде присутствует тени ну я думаю что это очень рабочая точка возможно стоит ее посетить просто ночью самарка затон и здесь мы видим облака белые бы да вот они здесь находятся рыбы покрупнее и скорее всего это жерех потому что он снова заходится в восьмерку закруживает рыбу и находится около коряжника то есть вот и коряжник на здесь вот он увидел есть для тех кто охотится за жерехом нужно рассмотреть такие такую рыбу сразу к поимке самарка снова без течения очень рабочие стабильная точка здесь идет вот таким вот образом начиная отсюда идет ход леща это старое русло и даже если нету леща до которого я привык вставать на какому на него здесь можно посмотреть рыбу то есть даже если ход леща прошел как правило здесь остается рыба то есть вот эти моменты вот то есть раз полоска 23 эти вещи обязательно к рассмотрению то есть нужно прокидать то есть вот я вижу опять же тени две тени вот раз полоска два ставим на них точку позиционируемся и пытаемся ловить коряжник в коряжнике да вот вижу стоит хорошая щука от нее тень ведь как высоко падает вот тоже рыба довольно крупная длинная и стая беля то есть тоже классическая ситуация где нужно встать это притом лес затопленные потому что обратите внимание от этого объекта идут очень длинные тени то есть соответственно здесь очень высокий коряжник нужно быть аккуратным не налететь до него но прокидать стоит обязательно вот так же он попал попал это белая рыба и в нижней сканирование и в сонаре и довольно много я использую высокий чирп это вожде с если у вас fs серии или там более младшей модели рекомендую использовать частоту сканирования 200 килогерц то есть 83 слишком широкая 200 она такая самая читабельная снова ночной скорее всего да уже ночная рыбалка здесь присутствует огромное количество белия в тот день нам так не удалось поймать никого из этой точки но размеры рыбы они просто поражают то есть они имеют просто очень большой размер и так моя любимая коряга на трех метрах находится вот здесь течение в тот день шло сверху вниз и рыба держалась как раз за этой корягой ну и история про то что всегда убили найдется пастух пастух находится вот здесь вот видите длинная рыба который и и сторожит это очень стабильная . здесь всегда я нахожу себе уловы также новая . из предыдущего видео где рассказываю про компас здесь отстойник здесь нет течения довольно теплая вода несмотря уже на позднее время года здесь стоит единственная коряжка и всегда есть судак непонятные абсолютно мне причины то есть там на весь отстойник наверно с гектар размером рыбы нет именно вот в этом месте всегда она стоит то есть опять же ищите ищите и найдете такую точку которую мало кто знает но рыба всегда находится то есть стабильном состоянии она клюет и всегда стоит на точке классический коряжник самарка здесь ведь обратите внимание объекты они более-менее такие толстые до относительно все рыбы которые он до этого показывал вот они стоят я опускал камеры я попробую найти ролик если найду вставлю это сазаны то есть я пустил камеры просто обалдел там реально крупный сазан и находится его очень много то есть он крутится вот здесь в коряжнике в огромном количестве прячется от неимоверного количества сеток я так понимаю ну или просто он комфортно там ракушечник и много мелой мелкой рыбы очень хорошая . жалко только я не знаю как ловить его снова снимок со стойника до про который говорил выше опять вот это одна единственная коряга перекат то есть вот мы видим здесь и на нем стоит и это судак то есть это прям стопроцентный судак его здесь очень много и клюет он там чуть ли не на каждом забросе классическая история с отмелива то есть идет справа здесь русло здесь старое русло идет и обычная коса глубина 3-4 метра в большом количестве находится мирная рыба вокруг нас и если вы такое нашли ну вроде бы казалось да невнятный объект зайдите посмотрите там кругу и там слева направо справа налево там по разному да походите посмотрите разными лучами лучше всего если вы зайдете вот по такой траектории то есть да возьмете зайдете смелика и посмотрите правом лучом то картинка будет еще лучше это кстати хороший лайфхак если вы заходите с глубины допустим если мы смотрели отсюда на этот объект качество было бы еще хуже если мы зашли бы именно смелика на посмотрели на глубину то изображение был бы намного намного детальнее вот такие объекты как правило оказывается сверх рабочими самарка уже русло здесь кстати справа находится на всеми любимые роколовки брат немножко по замытое уже видим давно не доставали присутствие кстати крупная к это рыба который где-то гуляет и в нижней сканирование попало ну и история о том что рыбе необходим так сказать домик да она должна где-то укрываться от течения и даже на самарке где как таково течения нет мы видим большой завал то есть он довольно высокий то есть там с корягами там пролазит только поролон но тем не менее стабильный судак здесь всегда есть он стоит ну и собственно ловится все вот все вот эти объекты точки вот они это скорее всего бирши либо судаки но по крайней мере у меня только судаки здесь попадались большой отстойник значит в нем есть грядка это старая идет неру тут раньше был была лесопосадка я частично перекопали потом ее затопило но и образовался вот такая аномалия дна рыбы здесь правда нестабильно хотя очень интересно здесь все выглядит как вы видите я шел кстати здесь ночью да уже темно было до 7 часов и стоит большое количество по моим предположениям это наверное были сезонные потому что они довольно крупные толстенькие и большие но мне к сожалению удалось порыбачить потому что если сейчас внимательно приглядитесь видите идет эта сетка браконьеры тоже научились пользоваться оборудованием то есть вот эта сетка вот она видна вот она пошла наверх сюда вот эта сеть и соответственно браконьеры тоже сейчас находят рыбу эхолотом и полностью перекрывают к сожалению ситуацию нас плачевную в нашем регионе у нас все перекрыто сетями очень классная штука с русловой корягой на самарке многие знают он находится на гнездах значит идет небольшой подъем затем свал то есть в этот день течение было правильно то есть вот таким образом течение шло сюда рыба скрывалась за коряга от него это были небольшие судачки они все лежат здесь ровно за коряга как раз течение проходят огибает здесь и идет дальше рыбы здесь очень комфортно себя чувствует то есть также эту рыбу прекрасно видно и на боковом сканирование то есть вот она ведь сколько точек здесь стоит вдоль дна мы соответственно здесь вот такие места как бы является идеальным местом для постановки друзья на этом у меня все подписывайтесь на мой канал есть наш сайт лоран самара доставка проси бесплатно какие-то вопросы возникнут звоните пишите контакты оставлю все в описании всем пока